Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать и показать, как я приготовила вот такие вот красивые, очень аппетитные, а главное вкусные рулетики из печени. Эта закуска готовится очень быстро, а на столе выглядит очень эффектно. Берем печень и ее нужно перемолоть с помощью блендера или же мясорубки. Печень используйте любую, по своему желанию, у меня это свиная. Яйца нужно сболтать и добавить к печени. Добавляем соль по вкусу, перец, муку и немножко перемешиваем. Сюда добавляем молоко. Эту нам смесь нужно взбить блендером. Нам нужно добиться максимально однородной массы. Если у вас нет паружного блендера, тогда печень нужно перемолоть 2-3 раза через самое мелкое сито или же долго взбивать блендером. И у нас получилось вот такое вот печеночное тесто. Смотрите, если оно у вас слишком жидкое, добавьте муки или же наоборот. И отправляем блинчик на раскаленную сковороду, которую я смазываю растительным маслом. Жарим буквально по 2 минутки с каждой стороны, чтобы тесто не липло к пальцам. Переворачиваем. И вот и блинчик наш готов. С этого количества ингредиентов получается довольно-таки большое количество блинчиков. Пока наши печеночные блинчики остывают, приготовим начинку. Здесь можно экспериментировать. Я обжариваю морковь, остужаю ее. Добавляю натертый твердый сыр и натертые на крупную терку вареные яйца. И заправляю все это майонезом. Пробуйте по вкусу, если хотите, добавьте еще соли. Блинчики наши уже застыли. И намазываем начинкой хорошо наш блинчик. И в качестве центральной начинки я использую обжаренные грибы с луком. У меня это лесные грибы, но используйте абсолютно любые. Эти рулетики остужаем буквально 2-3 часика в холодильнике и можем подавать на стол. Итоги такая красивая, очень вкусная, нежная, сытная закуска у нас получилась. Я уверена, что такая закуска уйдет одной из первых из вашего праздничного стола. И она украсит каждый стол. Ну что ж, вот такое вот видео. Если вам понравился этот рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада. До новых встреч. Всем пока и хороших вам праздников.